приветствую всех кто заглянул на мой канал не одна женщина попросила испечь печенье без яиц и без сметаны ну пожалуйста меня попросили я это сделаю я с удовольствием такие просьбы выполняю когда нужно человеку надо я очень хочу сладкое но она и яйца не переносит и молочку не молочку на сметану у нее не всегда бывает под рукой у них несут работник ходит вот как молочко всегда бывает я еще поинтересовалась говорю а если молочко масло сливочное она говорит но бывает но сейчас даже хочу и есть сказать что сливочное масло можно заменить на растительное масло ничего страшного в этом нет и молоком здесь у меня мука цельнозерновая сахарозаменитель вот такими пользуемся фит-парат номер 10 сливочное масло 100 грамм я все подпишу но и проговорю потому что многие не умеют читать него не могут заглянуть куда сколько вот муки здесь это остатки просто взвесила там 320 грамм было не знаю сколько у меня всего пойдет молоко отмерила 200 миллилитров тоже не знаю сколько немножко посолить надо буквально щепоточку разрыхлитель добавить у меня здесь 10 грамм пакетика половина уже использована осталось 5 значит 5 грамм и заброшу ванилин у мужа спросила говорю ванилин добавить в печенье когда я люблю ухты я первый раз слышал что он ванилин любит я вкус ванилина не люблю но это я буду для него печь потому что у меня другие вкусняшки есть для него стараюсь для моего любимого вот ну все значит как мы будем замешивать значит я в муку опускаю сливочное масло но не обязательно чтобы она растаянное было можно прямо с холодильника и все превращаем в крошку но добавим сразу чуток соли разрыхлитель ванилин и сахарозаменитель все это мы все превращаем в крошку и потом будем разбавлять молоком вот такая замесилась у нас крошка что-то много у меня получилось это я могу просто высыпала остатки с пакета так-то поменьше по конечно надо было ладно и будем постепенно добавлять молоко если не хватит молока значит я еще добавлю просто обычный молоко с холодильника вот хорошо получилось тестом молоко я вылила все сначала вроде оставила 50 грамм потом посмотрела нет какой-то к веклы оно должно липнуть оно должно быть липкой такое к руке но в то же время но не должно быть к веклам я не знаю как это вам объяснить короче я напишу все точно сколько я положила и у вас должно все получиться я то на ощупь делаю очень хорошее тесто его можно положить в морозилку а можно сразу раскатывать я буду рассказывать раскатывать сразу мне не сильно она липнет к рукам так чувствуется что маленькой липнет к столу и к рукам но нормально сейчас я буду сразу раскатывать пласт должен быть миллиметров шесть-семь наверно сильно тонко не надо они высохнут сильно ну и толстый тоже не надо они не пропекутся сделаем и наверно на прямоугольнички или на квадратики это ребята для красоты для красоты больше не для чего чтобы не просто есть а еще красиво есть это оставшееся тесто снова раскатаем перекладываю на лис миллион раз опять спрашивают у меня про бумагу бумага у меня силиконизированная смотрите в составе что был написан или силикон или силиконизированная тогда мне ничего не пристает ничего нет у меня никаких марок ник ничего я вот такую сейчас беру вот такую в хозяйственном обычном магазине можно в оптовых магазинах толстый такой мне огромный был такой слой 300 с чем-то рублей стою вот такую надолго надолго хватает ищите какую попало не берите бумага она для того и кладется на лист чтобы к ней ничего не приставало а зачем же такую бумагу которая которая все липнет и потом ее не отодрать мы же ее кладем чтобы не приставало ничего противенью так наколим вилочкой тоже чисто для красоты кстати еще когда накалывая что печенье не вздувается вот так вот никаких у нас не получается грыжи опухоли все ровненько все красивенько вот так все 180 градусов 25 минут будет печься вот и вторая партия печенье сейчас те испекутся и поставим этим ну вот и готовы наши печенье красавчики красавчики вот сколько вкусноты я вам напекла а я все время забываю в разломе вам показать часто часто не будет наташ опять забыла ой горячий вот этот вот вот такие они они не сухие но не сильно мокрые но такие мягкие мягкие они не хлебцы это вкусно пища богов правда здесь ванилин не люблю я не очень с ванилином но ничего очень вкусным просто обалденно вкусным он когда редко это делаешь да особенно когда ничего в магазине не покупаешь вот поверьте мне это действительно но очень вкусно очень и всегда потом наслаждаешься вот этим вкусом прямо вот не знаю а глаза закатываются правда правда ну спасибо что были со мной пики 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 пожалуйста понемножку нам все можно этому к нам погоду не сделано на наоборот нам даст радость удовольствие и здоровье принесет спасибо мои хорошие за комментарии будьте все счастливы и всем пока пока и до новых встреч